Сегодня в 2 часа 35 минут по полудни на центральном стадионе началась тренировка ледовых мотогонщиков участников четвертьфинала 36-го личного чемпионата мира по спидвэю, который пройдет на центральном стадионе завтра и послезавтра. Сегодня на последние тренировочные заезды выехали лучшие гонщики из России, Швеции, Германии, Монголии, Чехии, Финляндии и Латвии. Такого наш центральный стадион еще не видывал. Тем, кто ни разу не видел спидвэй вживую, очень рекомендую взглянуть. За полтинник столько эмоций. Мотоциклы 500 кубических сантиметров ездят на метиловом спирте и касторовом масле, но выдают такой копоти. Про скорость уж и речи нет. На виражах прижимаются за счет 3-х сантиметровых металлических шипов ко льду, на прямых встают на дыбы. Мотоциклы все-чешского производства фабрики Ява. Готовых к старту аппарат стоит 10 тысяч долларов, но это так, цифры. Главное в спорте эмоция, а она захлестывает. Завтра в четвертьфинальных заездах чемпионата мира, как ожидается, основная борьба развернется между тремя главными соперниками. 57-летним шведом Сирениусом, чемпионом мира 95-го года, легендой спидвея, и двумя русскими чемпионами мира, Александром Балашовым из Москвы и Кириллом Дрогалиным из Саранска. Последний считается чуть ли не лучшим гонщиком столетия. Кирилл был чемпионом 97-го года и является действующим чемпионом мира. 10 человек выходит, поэтому здесь надо попасть в десятку. Я не знаю, как тут. Все российские спортсмены, шведы, немцы, они сильные, все могут выйти в следующий круг соревнований. Кирилл Дрогалин будет выступать под девятым номером. Сегодня в три часа дня он впервые проехал по 330-метровому кольцу стадиона и заценил екатеринбургский лед. Ну, пока еще непонятно, потому что первая тренировка. Пока вроде все неплохо. Судя по составу участников четвертьфинала, завтра и послезавтра чемпиону мира смогут составить серьезную конкуренцию несколько гонщиков. Главное из 18 участников пойти в лучшую десятку и попасть в полуфинал. Где пройдут полуфиналы, пока неизвестно. Ну, а сегодня в Екатеринбурге завершилась подготовка к четвертьфиналу. Солдаты железнодорожных войск из части на пехотинцев дружную толпу и чистили заваленные снегом трибуны. Организаторы обнесли ледовое кольцо слоем голубых мешков с соломой на случай вылета участников с трассы. Тут, кстати, и погодились снежные сугробы, отделяющие спидвейное кольцо от зрителей. Дополнительная защита. Все медицинское обслуживание на себя взял центр медицин-катастроф, который располагается неподалеку. Сегодня ребята в красных комбезах сказали, что, надеются, помощь их не понадобится. Но готовы они во всеоружии. В целом, Екатеринбург подготовился к приему этапа чемпионата мира хорошо. И с погодой повезло. Не шибко холодно. Так что в выходные на стадионе состоится настоящий праздник ледового мирового мотоспорта. Продолжение следует...